Рейтинг позитивности у Алимовой плюс 10, у этого самого, у Радаева плюс 26. Что, кстати, любопытно по поводу губернатора. Вообще, мы были очень удивлены любовью к нему в сельской местности. Самое негативное отношение к нему в Саратове и в малых городах. Причем пик негативного отношения у мужчин к нему. Что-то где-то не так сделал. Что-то не так с мужчинами у него. Ну вот, я вам еще довольно много наговорил всего, поэтому... Значит, Ольга Николаевна... Лет на пяти. Лет на пяти. Ну, а мы на прошлой пресс-конференции тоже говорили о муниципальном фильтре. О том, что я, в связи с тем, что такой закон существует на тот период времени, когда у нас будут проходить выборы. Вот, поэтому я не скрывала, что я встречалась с Володиной, я встречалась с губернатором, я встречалась с тем, и объясняла, что существует такой закон, и ни один практически регион, кроме города Москвы, самостоятельно его пройти не может. Была достигнута договоренность, и об этом заявил Радаев, хотя договоренность была раньше, чем когда они провели конференцию 24-го числа. Да. Объявил о том, что они готовы всем собрать подписи, все, кто будет выдвинут на пост губернатора. Мною в рамках уже подготовки к выборам мы проехали уже больше половины районов нашей области, и это будет продолжаться. Технологии у нас практически из дома в дом, глаза в глаза, число рукопожатий и так далее. Первый этап зарегистрироваться, а дальше уже идем в следующий этап, да, идет агитационная кампания, и третий, не менее важный, чем зарегистрироваться, это сохранить результаты. Будем стараться максимально закрыть наши участки, обратимся за помощью в соседние регионы, вот, где тоже готовы нам помочь с наблюдателями, членами комиссии. 62,2% это общефедеральный феномен, и я не думаю, что он доставляет много радости властям области. По крайней мере, заявление господина Радаева о том, что и фильтр будет преодолен, это из серии того, что они понимают, что, видимо, уже совсем перегнули, вышли из берегов в масштабах фальсификации. Поэтому, на Радаева надейся, но сам не плашай, да, все, что увидим, а все будем орать на всю вселенную. Выборы областные, могут быть, как это, репетиции перед тем, что Навальный готов идти туда, и здесь это может запросто всколыхнуть, честный выбор. Прекратите управлять фамилию Навального, у нас здесь Толимова, Санидалова. Мы же видим, как господин Володин пытается продемонстрировать коллективность руководства. И востребованность всех сил. Ну, это хорошо. Во всяком случае, это лучше, чем позиция Грызлова, который объявлял, что парламент не место для дискуссий.